Приветствую зрителям канала! Сегодня мы прогуливаемся по местам не такой уже давней истории нашей Я стою на Новоарбатском мосту напротив дома правительства и мы вспоминаем события 93-го года конец сентября, начало октября На этом мосту стояли танки Вокруг было оцепление Танки стреляли по Белому дому по 12-13 этажу Начинался пожар Пожар начинался в Москве Было совершенно непонятно, что происходит Две власти, Совет народных депутатов в доме правительства, в Белом доме и Ельцин не поделили власть, так скажем Не смогли договориться и все это вылилось в кровавые события Только по официальным Оля стоит Только по официальным данным 158 человек убито и 300 с чем-то ранено А по неофициальным по Москве потому что беспорядки и стрельба было в нескольких местах погибло до 2-3 тысяч человек Все это обросло уже легендами Не знаю, кто прав, кто виноват Довольно странное, тяжелое, непонятное нечто По сравнению с этим тот же Майдан на Украине гораздо более понятная вещь Было собрано огромное количество войск внутренних, танковые войска Ну и разные там еще меньшие подразделения милиции Плюс еще множество людей приехало на защиту Белого дома из разных населенных пунктов с разных районов Москвы и военные, и ветераны и всякие-всякие странные люди Все это вылилось в кровавые события где-то там 4-го, 3-го, 4-го, 5-го октября Мы сейчас проходили с той стороны Белого дома И там вдоль ограды стадиона мемориальный, ну как бы мемориальный парк не парк, сквер практически самодельный То есть с местами отмечены ленточками где люди погибли различные памятники, кресты место казачьей заставы Я потом прицеплю фотографии Небольшой кусок баррикады за которой люди находились Каждый верил, что он делает что-то правильное В результате гибли люди Вот то, что сейчас происходит Это возможно попытка пресечь повторение подобной истории у нас Потому что люди, которые нам противостоят привыкли действовать именно в такой ситуации Доводить ситуацию до полного непонятия неприятия и до кровавых жертв Вот сегодня 22-й год В 23-м году будет годовщина, получается, тех событий Наверняка будет множество всяких передач которые будут рассказывать еще раз и более подробно о том, что случилось что к этому привело Какие результаты Ну, я судить не берусь Для меня это совершенно непонятная вещь какая-то Я достаточно молод на тот момент был То есть все это воспринималось практически, ну, не знаю, конец света Потому что в центре Москвы фактически война с танками, бронетехникой со стрельбой, с трупами со всяким ужасом Слава Богу, что на данный момент здесь, по крайней мере, этого нет Но оно есть в других местах Слава Богу, что на данный момент Слава Богу, что на данный момент Слава Богу